сегодня отмечаем день рождения театра на левом берегу у нас в гостях заслуженный артист россии грановесов сергей владимирович доброе утро доброе утро ну что давайте вспомним рассуждение рождения театра вспомним как это все начиналось какой он был театр на левом берегу сразу ли он так назывался и где он находился и собственно большая ли была труппа кто были эти артисты откуда их набрали вы знаете театр на левом берегу он с одной стороны как бы возник сразу с другой стороны как бы возник постепенно вот так бывает потому что вы знаете как правило театры не рождаются на пустом месте вернее бывают ситуации когда рождается театр на пустом месте это как бы вот ну чаще всего это бывает так вот какой-то педагог в театральном институте значит свой курс выпустил и не хочет с ним расставаться и вот появилась возможность и создали театр вот но это все молодые артисты как правило не очень большая компания и если театр создается ну какой-то такой в среде огромного количества театров чтобы занять свою нишу какие-то там молодежные спектакли играть это либо так сказать это добивается актерами возрастными вот я помню когда-то в былые времена создавался тюз томский я уехал как раз оттуда и построили новое здание драма переехал создавался тюз вот приехал значит курс из санкт-петербурга взяли курс туда актерский молодой вот но его крепко добили все равно возрастными артистами все равно приглашали актеров потому что нужно нужно играть и играть возрастные роли нужно это это глубокое заблуждение что можно вот молодых загримировать похоже будет такой старик и синий кипарик где нужна психофизика персонажа так сказать это очень сложно поэтому разные способы возникновения театров и в свое время когда любимов пришел на тагангу мы знаем и все равно формирование современника в свое время все равно это приглашались и собиралась потом трупа все равно какой-то компании энтузиастов кто-то в основе театра на левом берегу тоже был чей-то курс нет в основе театра на берегу было совсем по-другому у Семена Семеновича Янеди основателя театра создателя театра Семен Семенович Янеди это выдающийся новосибирский театральный деятель который создал два театра театр старый дом театр на левом берегу и еще он руководил так сказать театром красный факел был какое-то время лично главным режиссером вот театр старый дом ведь тоже создавался на базе там какого-то колхозно-собхозного театра который существовал так сказать потом вот стал областным театром драмы вот Семен Семенович создал его вот это здание появилось все и в итоге получи появился театр вот старый дом и также у Семена Семеновича Янеди был народный театр народный театр в дворце культуры Клары Церкви вот я хотел сказать что если я не ошибаюсь то театр на левом берегу базировался в ДК Клары Церкви там же базировался когда-то и то что старым домом они все там помаленьку базировались там же во время войны работал театр красный факел потому что в здании красного факела работал эвакуирована Александринский театр из Петербурга а мне расскажите как зеленому человеку где этот ДК Клары Церкви Сад Кирова вот там во дворах все понятно спасибо это был дом культуры завода Семсельмаш а генеральным директором завода Семсельмаш был Виталий Петрович Муха он очень любил этот народный театр народный театр забот не знал то есть он финансово жил очень серьезно и очень богато декорации были красивые в общем все было красивое Семен Семенович создал театр сразу на очень профессиональной основе то есть он брал по конкурсу и создал студию при театре в этой студии преподавали те же самые актеры которые в театральном училище учили студентов то есть два года обязательно люди обучались прежде чем в народном театре начать работать поэтому этот народный театр был лауреатом всесоюзного конкурса а что такое всесоюзный конкурс во времена Советского Союза это Москву и всех 15 республик свезли театры из Грузии из Армении из Эстонии там отовсюду престижная очень престижная это это один из лучших народных театров страны огромный был тогда и вот этот театр существовал из него приглашали профессиональные театры актеров и так далее потом когда началась перестройка Семен Семенович ну там люди работали не на основе так сказать то есть они где-то еще работали это было как дополнительная занятость давайте мы вернемся после рекламы очень интересно сейчас главное не потерять мысль день рождения театра на левом берегу отмечаем сегодня вместе с заслуженным артистом России Сергеем Владимировичем Грановесовым доброе утро еще раз доброе утро ну продолжаем окунаться в историю остановились мы на ДК Клары Цепкин где был народный театр и из него потом что-то получилось да вот потом когда началась перестройка Семен Семенович зарегистрировал этот театр уже при филармонии он стал одним из подразделений филармонии ну вот как оркестры там все другие подразделения значит появилась профессиональная основа и вот тогда появилась возможность уже приглашать артистов на зарплату профессиональных начался некий приток а потом вот 21 год назад Виталий Петрович Буха издал указ о создании профессионального театра и тут же Семен Семенович довольно быстро так сказать начал набирать новую труппу из профессионалов часть осталось людей которые работали из народного театра часть осталось но он стал активно набирать набирать молодежь после театрального училища наверное в том числе из других городов да приезжали разные артисты вот потом в какой-то момент Семен Семеновича не стало и через некоторое время директором театра стал и художественным руководителем Валерий Николаевич и через некоторое время театр разделился и вот в основном та часть которая была самодеятельная отделилась и ушла и стала теперь классическим театром они работают на основе антрепризной это не государственный театр а остался так сказать вот театр на левом берегу который который добрали еще профессиональными актерами а кто-то остался тот значит пошел учиться получил высшее театральное образование и поэтому на сегодня такой долгий был процесс да это был непростой процесс до самого начала там был почти никого не осталось 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 три человека из них одна старейшая актриса вот Ольга Петровна Сибиркина почетной работе культуры моя партнерша постоянная Валерий Борисович Бирюков это вот актер и режиссер поставил у нас несколько спектаклей в частности очень интересный спектакль рыцарские страсти и Юлия Скок прекрасная актриса тоже моя партнерша она вот закончила после этого Новосибирский театральный институт получила высшее театральное образование вот вот и все все остальные все остальные трупы это практически собраны из нашего института молодежь приглашалась но не только мы объявляли широкие кастинги и у нас одна из ведущих молодых артистов вот у вас была в гостях Ася Шатовская она вообще из Харькова приехала у нас люди из глобуса пришел вот актер из разных театров приходят актеры но миграция внутри города существует она всегда существовала кто-то приходит кто-то уходит в общем в общем трупа у нас сейчас это 20 человек и нам это маловато и нам это маловато потому что для того чтобы ставить большие серьезные спектакли с такой большой массовкой да ну не только с массовкой вы же знаете понимаете вот вот какой театр сегодня в Новосибирске даже включая академические может поставить там цель Фёдора Ивановича Смертью Анна Грозного не знаю как нам ответить вот такие вот вот я помню я пришел в Красный факел шел шел спектакль по пьесе Болтона Здравствует королева Вива там такой массив среднего и старшего поколения актеров которые и сегодня нет а с каких спектаклей начинался вот театр на Левом берегу тот который отделился тот который стал именно на Левом берегу а я бы уточнил с какой роли началась ваша жизнь в этой театре ой моя роль началась жизнь я работал у Семёна Семёновича в Красном факеле с ним вот а потом когда так сказать он ушел из Красного факела и потом был какой-то период когда я покинул Красный факел и были свои причины в общем я некоторые промежуток времени вообще в театре не работал не работал в театре два может чуть побольше года вот ну тут свои дела это помните трудные времена это вот 92 год когда ни зарплату не платили ничего интересного не ставилось я так немножко пометался вел переговоры и с глобусом и со старым домом и в то же время занимался какими-то своими делами и потом вдруг в это время театр уже был в филармонии работал и в это время Семён Семёнович неожиданно так сказать связался со мной и сказал что есть необходимость выручить так и что был за спектакль что? да это был Гамлет это был Гамлет и он мне сказал у меня Полония вот как бы перед самой премьерой так сказать по определенным причинам выпал Полоний и пришлось резко учителей вы уже заранее знали? нет нет я ничего не знал я ни снов ни духом не ведал я говорю конечно я с удовольствием вы меня брали в красный пакет за сколько там за день за два выучили? ну время было до премьеры пара недель но но когда но когда я приехал и на первой репетиции как бы прошел по бизансценам с текстом в руках а на следующий день как потом мои будущие друзья и партнеры удивились а на следующий день мы увидели что ты как будто с нами репетировал все месяцы то есть текст от зубов и все и ориентация и все вот и я я даже не очень думал я просто думал выручить Семёна Семёновича потом он меня спросил чем я занимаюсь я говорю так на себя работаю какой бизнес у меня был вот он говорит может трудовую книжку положишь вот и потом вдруг следующая роль интересная потом еще 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 и как так стало выручайте регулярно вот и вот я да спектакль в это театр в это время назывался Левый берег но потом вот была компания крупная торговая закупочная такая Левый берег называлась они стали на нас сердиться всяко разно обижаться и говорить что вот это наше название туда-сюда и так сказать подумав некоторое время придумали значит вот это название на Левом берегу и нашим и вашим ну так как бы есть же такие по местам у моста на Таганке у Никитских ворот на юго-западе ну вот наверное не верится вам что прошло уже столько лет наверное да кажется что это было вчера да жизнь то вообще пролетела бы спасибо большое у нас в гостях был заслуженный артист российской федерации Сергей Владимирович Гранавесов спасибо